Всем привет, друзья мои! Я рада приветствовать вас вновь на нашей такой вот кухонке. Сегодня я готовлю салат из печени с маринованным луком и с яйцами. Я для этого приготовила луковку 200 грамм, 400 грамм печени отварной, куриной, 5 яиц, также мне нужен будет уксус, водичка, я буду мариновать лук, и майонез. Из инструментов у меня терочка, нож, досточка. У всех все это есть. Приступим к приготовлению. Для начала я буду крошить луковицу. Луковку я буду резать полукольцами. и постараюсь потоньше порезать. Кого hurts? Сколько б sendя Полнуто. Бористофельед. Я клянусь, Io. Бористофельжед. Мол pays confidential вzony Я опускаю лук в ковшик, такой вот маленький, можно в чашечку, теперь что я делаю, беру ложку, наливаю в нее уксус, полила этим уксусом лук и сверху залью холодной водой и поставлю это, чтобы у меня промариновалось, минут так на двадцать. Все, я его замочила, он будет у меня стоять минут двадцать. А тем временем, что я делаю тем временем, ой, какой едкий лук, я беру вазочку, эту вазочку, эти вазочки, у меня их две, купила я их уже очень-очень давно, очень-очень любила моя дочка, так они уж ей нравились, когда я в них особенно салатик готовила. Что я хочу делать? Я буду печень тереть на терке. Я понимаю, что салатов из печени, вот великое множество, каких хочешь, но сегодня я буду тереть на терке и печень, и яйца, ну вот кроме лука, потому что мне так захотелось. Мне кажется, что он будет очень-очень нежный. Не кажется, я его уже пробовала, я такой готовила салатик, мне показался он очень нежным. И я постараюсь тереть на весу, чтобы не отдельно натереть и закинуть в чашку, трамбовать, а просто, чтобы все было у нас очень нежно, у меня вернее. Чего и вам советую. Значит, что я еще раз повторяю, делаю, я тру печенку на терке на весу в чашку, в вазочку. Может быть, это будет не совсем красиво, грязно, но зато мне нравится вкус этого салатика. Вкус грязного салата? Вазочка грязная, почему грязный салат-то? Друзья мои, я, когда наливала уксус в лук, я вам не сказала, что уксусная эссенция у меня 70% и стакан воды, стакан воды, значит, и ложечка уксуса. Не знаю, сколько у меня тут процентов-то надо высчитывать. Теперь дальше, что я еще не сказала. Ну и еще не сказала то, что салатик-то получается как бы бюджетный. Хоть у нас тут время кризиса, я, конечно, политикой не интересуюсь, но она интересуется мной, касается меня. Но куры у нас несутся. Слава богу, еще пока доступно это куриное мясо. Куры. Корм растет, трава растет. Так вот, сейчас я печенку потерла, как вы уже заметили, успели заметить. Тут вот купила, опять же, бюджетный майонез. Это я в Ашане купила каждый день. У них марка такая, каждый день. Ну, я попользовалась баночку, потратила. Ну, что пойдет. Реклама магазина Ашан. Да, ну я не рекламирую, я просто говорю, что это бюджетно. Теперь я хочу печень немножечко подсолить. Вот, мне кажется, что вот этот майонез, он, в нем не столько много соли. Французы, наверное, не любят солить. Значит, что я дальше делаю? Я кладу сюда вот такую вот ложечку майонеза. Вот. И сейчас я буду это разравнивать, конечно, постараюсь как можно аккуратней. И даже я хочу сказать, что это у меня не хватит этого майонеза. Потому что у меня же он должен бы быть пропитанным, этот салатик. Иначе он будет сухой. Какой? Вот этой банки не хватит? Это почему банки? Этой ложечки. Добавлю-ка я еще столечка. Ну, то есть еще ложку получается. Две ложки на один слой майонеза. Банку. Это уж очень жирно будет. Я, конечно, сейчас стараюсь готовить поменьше жира. Майонеза поменьше. Ну, как вот в такой салатик поменьше майонеза. Ну, так он у меня будет тогда не пропитан. Вот так, значит, у меня получается. Размазала здесь все. Так. Теперь я отожму лук. Лук отжала. Теперь кладу его на печень. Конечно же, я забыла. Ну, хорошо. Мне даже, можно сказать, повезло. У нас в семье нет таких людей, которые не любят лук. А семья у нас? Ну, сейчас у нас семья из двух человек. Ты, да я, да мы с тобой? Да. Ну, еще у нас собака. Собака тоже не любит. Любит лук, да? Собаке я все готовлю, когда попадается. Ну, дети у нас тоже нормально относились к луку. А есть же, которые не любят лук. Почему относились? Относятся? Не относятся. Сейчас. Так, значит, лук я положила. Ну, на лук я вот такую ложечку уложу майонеза. То есть, получается, он у меня как бы слоеный. Не как бы, а слоеный. Получается же у меня слои. Слой лука. Слой печени, слой лука. Напоминает мне селедку под чубой. Это, наверное, печень под чубой? Это печень под пальто. И стекловатый, да? Лук это стекловатый. Оператор Астрид тут. Грозный взгляд кулинара. Заставил оператора замолчать. Навсегда. Навсегда. Слой лук должен быть. Что я хочу еще сказать. Не отвлекаемся. Я сейчас вытащу желтки. Я не буду их крошить вместе с белками. Вот таким образом. Яйца свежие. Чистились не очень хорошо. Лучше использовать не свежие. Какие есть. Мы просто их купили. Теперь я их тру. Тоже навесу на терочке. Видите, как я протираю. Терочка остренькая. Легким движением руки яйца превращаются в нежное чудо. Свежие белки от яиц. Тоже свежих яиц. Вот не можешь ты. пропустить такой момент. Не вставить словцо. И вот как думаете вы? Это же будет просто нежнейший салат. Хочется сказать, девочки, смотрите, какой нежнейший салат получится. Но я тут смотрю по видео, что мальчики тоже интересуются кулинарными видео. Тоже любят покушать. Кладем ложечку майонеза. Опять же. Французского и зашана. Можно больше не повторять. Размазываем. Очень нежненько. Я не придавливаю. Так, немножечко размазываю. И сверху я буду тереть желтки от свежих яиц. Недавно купленных. Смотрите, какие у меня желточечки. А это у нас птицефабрика молодежная. Такие яйца выпускает. Фабрика звезд молодежной. Фабрика звезд. Там звездные куры, что ли? Или звездные руководители? Второе, чем первое. Теперь, что я делаю? Это же у нас как бы последний слой. И вуаля! Как говорит моя внучка салатик готов. Очень бюджетный салатик. Советую всем приготовить, попробовать. Что мне остается сделать? И поставить лайки. Да, да. Что мне остается сделать? Пожелать вам приятного аппетита. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне лайк. Потому что это будет мотивировать меня на следующее видео. Пишите комментарии. Я буду рада даже. Я по возможности отвечу на ваши комментарии. Вступайте в дискуссию. Да. Ну, всем пока. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok